В эвакуационных пунктах Кустанайской области сейчас находится около 370 человек. Это люди, которые приняли решение покинуть свои жилища. Напомню, в регионе заложниками большой воды стали жители двух районов и города Аркалык. Сейчас подтопленными остаются 75 домов. На сегодняшний день в Кустанайской области из затопленных поселков было эвакуировано почти 800 человек. Большая часть предпочли переждать стихийное бедствие у родных и близких. Остальных разместили в эвакуационных пунктах, предоставили одежду, продукты, средства первой необходимости. Организовано круглосуточное дежурство медицинских работников. Всю технику и вещи мы как могли спасли. Нас обеспечили тёплой одеждой и продуктами. Благодарен за своевременную оказанную помощь местным исполнительным органам. В регионе на 15 автодорогах затруднено движение по причине переливов. На помощь жителям подтопленных сёл пришли не только спасатели и полицейские, но и большое количество волонтёров. Работают пять пунктов для сбора гуманитарной помощи. Пострадавшим отправляют деньги, новую одежду и продукты. Как только мы узнали о том, что пришла вода, сразу объявили о сборе гуманитарной помощи. Это наша общая беда. Мы обязаны помогать жителям пострадавших посёлков. Особенно сложно приходится людям, которые занимаются сельским хозяйством. Им нужно спасать скот и домашних животных. Есть потери. Оперативным штабом решено помочь жителям с кормовой базой. Начаты работы по подвозу зернофуража. Сегодня из других районов пострадавшие сёлы поступило около 130 тонн чменя, сена, зерноотходов и овса. Более тысячи человек сегодня борются со стихией в пострадавших районах области. Для усиления в регион направлены спасатели Козла-Ардинской области и военные из Караганды. Любая Влачкина, Алексей Басарнов, Жибек Жола.